В текущем году продкорпорация обеспечивает финансирование производства и закупа зерна за счет средств лициканского бюджета по двум программам. Первая программа – это то, что касается освежения Государственной резервы продовольственного зерна. Как вы знаете, мы финансировали его в два этапа. Первый этап – весной текущего года мы выделили форвардное финансирование на проведение весеннеполевых и уборочных работ под гарантией СПК, под гарантией банка второго уровня. Профинансировали 964 миллиона тенге, это не так много, участвовали 19 зернопроизводителей. Незначительное участие зернопроизводителей в программе этого закупа объясняется тем, что было требование о предоставлении в качестве обеспечения банковской гарантией. Поэтому основной объем пшеницы в госресурсе будет закупаться в осенний период путем прямого закупа. Общая сумма закупа будет составлять 5,3 миллиарда тенге и объем закупа – 188,6 тысяч тонн. Для того, чтобы начать прямой закуп, мы ждем постановления правительства об установлении закупочной цены. И как только оно будет принято, мы начнем организацию этого закупа. При этом, учитывая сжатые сроки проведения госзакупа, просим Акиматы в свое время организовать проведение мероприятий, связанных с формированием списка сельхозтовропроизводителей, которые будут участвовать в госзакупе. По второй бюджетной программе мы осваиваем деньги, связанные с бюджетным кредитом на поддержку субъектов АПК. В проткорпорации было выделено 19 миллиардов тенге на финансирование весеннеполевых и уборочных работ под гарантией СПК. Мы освоили 13 миллиардов тенге. Освоение шло по заявкам Акиматов областей. На сегодняшний день, можно сказать, что программой финансирования была охвачена более 2 миллионов гектар посевных площадей. Профинансировано 1629 зернопроизводителей, в том числе 1064 крестьянских фермерских хозяйств, 565 акционерных обществ и товарищ с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день по обязательствам 2013 года хозяйствами возвращено из 13 миллиардов уже 2,2 миллиарда тенге. Остаток неисполненных обязательств составляет 10,6 миллиардов тенге. Срок исполнения обязательств еще есть до 7 декабря текущего года. Как вы знаете, в 2012 году такая же программа финансирования под гарантией СПК проводилась в проткорпорации, но из-за засухи определенный объем задолженности крестьянских хозяйств и зернопроизводителей остался. Он составляет на сегодняшний день 4,7 миллиарда тенге. И с учетом 2013 года сегодня ситуация выглядит такая. Задолженность в целом составляет областей 15,3 миллиарда тенге. Из них Кустанайская область 5 миллиардов тенге. Акмолинская область 4,2 миллиарда тенге. Североказахстанская область 3,9 миллиарда тенге. Актьюбинская область 800 миллионов тенге. Павлодарская область 500 миллионов тенге. Карагандинская область 400 миллионов тенге. Западно-казахстанская 300, восточно-казахстанская 200 миллионов тенге. В случае возврата указанной задолженностью зерном, объем закупленного зерна в коммерческие ресурсы проткорпорации ставит 570 тысяч тонн. Но у зернопроизводителей есть право вернуть и деньгами. Кроме того, необходимо отметить, что у некоторых СПК есть еще задолженность перед продкорпорацией по кредиту на формирование региональных стаб-фондов. Сегодня остаток такой задолженности составляет 281 миллиона тенге, из которых СПК «Урал» 264 миллиона тенге и СПК «Солд истык» 17 миллионов тенге. Мы видим, что текущий урожай и благоприятные цены, которые складываются на рынке, позволяют нам надеяться, что хозяйство погасит свои обязательства перед продкорпорацией в полном объеме. Сегодня на самом деле и на четвертый класс, и на третий класс цена стоит хорошая. И СПК и Акиматы, конечно, просим оказать содействие в погашении задолженности хозяйства перед продкорпорацией. Спасибо.